Бобин Григорий Вячеславович, Ленинград. Я как молодой член партии вступил совсем недавно, но мне как бы в партии сразу дали молоток, и я стал сразу стучать в нужные места, куда показали. Мы хотим быть профессиональными революционерами, мы хотим быть работоспособной и боевой организацией, но боевая организация подразумевает по собой дисциплину, а дисциплина это всегда одно и то же. Должна быть четкая постановка задачи, должны быть точные сроки выполнения и должен быть контроль за этим всем. Пока у нас этого всего не будет, мы так и будем долго идти к намеченным целям. Но как бы изучая капитал, мы знаем, что кризисы капиталистическую систему будут сотрясать и будут сотрясать постоянно. Все понимают, что наша страна находится в стагнации, вся экономика находится в стагнации, что рано или поздно кризис, который разразится мировой, в первую очередь метет нашу страну. То есть если та же Аргентина, она стояла по ВВП на 16 месте, сейчас она проходит как раз, она сейчас находится в кризисе, дальше идет Бразилия, дальше идем мы. То есть как бы еще самого такого глобального кризиса нету, а Аргентина уже трясет и мы там недалеко от нее находимся. То есть через какое-то непродолжительное количество времени, если сейчас идет именно к левым идеям очень большой интерес, что показали последние выборы президента Российской Федерации, то буквально через три года интерес к нашим убеждениям будут на порядок выше. И мы должны быть готовы к этому и предоставить именно решение тех проблем, которые возникнут перед страной, и чтобы об этом решении знал каждый. Для этого вот как раз наш съезд сейчас и есть, и мы должны здесь именно в решениях как-то отразить, каким образом мы будем добиваться именно боеспособной партии. То есть как будем повышать именно боеспособность нашей организации. То есть еще раз говорю, дисциплина это конкретная постановка задачи, конкретная дата его выполнения, ну и работа также конкретно перед каждым. Это должно быть, как я так понимаю, перед ячейками, перед какими-то там направлениями, а также перед каждым членом нашей организации. Вчера разговаривал с нашим главным идеологом Михаилом Васильевичем Поповым, ну как бы здесь вот поставлено такая членом партии участвовать в создании в работе профсоюзных организаций. Я сейчас вступил, ну как бы получил задание и вступил в организацию, называется медицинский профсоюз действия. И как бы организовал ячейку, и передо мной уже профсоюз действий поставил задачу организовать боеспособный профсоюз в городе Санкт-Петербурге, ну то есть в Ленинграде. Соответственно, у меня есть там специальные люди, которые решили меня курировать. На данный момент итог этой курации такой, что ту ячейку, которую я организовал, она сейчас разбита полностью. И я сейчас как бы топчусь на месте уже три месяца, и получается надо организовывать снова. Да, я читал материалы, которые вывешены у нас на сайтах, то есть я почитал работы Золотова, почитал работы из статьи Попова, как бы что-то из них уяснил, но как выяснилось, уяснил, немного не то и совершенно неправильно поступал. И как бы на тот момент то ли я стеснялся, то ли я не понимал, то ли я решил, что вот эти люди из профсоюза действия, более ценные поставщики информации и тому подобное, что я на них возложил, ну как бы такие, не возложил, а как бы положился на их опыт. И тем самым загубил, как бы, ну небольшое начинание, но на самом корню. Вчера поговорил с Михаилом Васильевичем Поповым, мне сразу в трех словах объяснили, что, как и зачем. Ну как бы, я думаю, если бы три месяца назад я не постеснялся и обратился, и все бы сейчас шло бы по-другому. Конкретно сейчас Михаилу Васильевичу передо мной поставлена задача написать коллективный договор для медицинских работников. Поставлены сроки, мне это поручено со вчерашнего дня, соответственно, мне на это дан месяц. Через месяц я перед ним отчитываюсь, вот, ну, пока не сказали, что будет, если я не сделаю это, но это вот как съезд решит, как обычно, да. Вы думаете, почему так мало работаешь? Ну, как бы, я понимаю, что я отношусь к интеллигенции, но в данном случае в организации профсоюза стоит точно такая же, точно такая же работа. Это как бы в написании коллективного договора. Написание выжимки, такой вкусный для большинства, и продвижение этого коллективного договора среди заинтересованной группы, ну, то есть, соответственно, среди врачей. Поэтому я еще раз говорю, давайте вот поговорим именно о дисциплине и организации, как этого добиться. Спасибо. Значит, товарищи, когда мы с Михаилом Васильевичем работали над «Народной правдой» и над статьей нашей передовой, я дам Михаилу Васильевичу проект, он такой, что он нормально все воспринял. А в конце у меня было, что вот буржуазные партии контролируют профсоюзы, надо бы, чтобы профсоюзы контролировали коммунисты. Вот Михаил Васильевич против такой формулировки очень жестко восстал и написал, что не контролировать профсоюзы, а работать в профсоюзах. Это на первый раз, на первый взгляд, незначительная такая смысловая разница, она действительно и у Ленина именно так. То есть, вот чем отличаются коммунисты? Тем, что они не контролируют, а они сами работают в первую очередь. И вот очень хорошо, что у нас в партии, в ЦРМ, сражился такой вот дух артели. То есть, у нас нет таких партийных начальников, которые бы чисто командовали, спускали команды подчиненным, значит, армии подчиненных, которые бы носились, их выполняли, эти команды. У нас артель. То есть, кто больше знает, как делать, кто знает, куда вести, тот и определяет, что надо делать. И тот же, кстати, как правило, больше всех и работает. Если кто-то выдвигает какую-то инициативу, то он, соответственно, от этой инициативы в первую очередь и страдает. То есть, ему, так сказать, в первую очередь эту инициативу и продвигать. Это очень хорошо. Хотя, надо сказать, что у нас и в Ленинградском комитете, в частности, есть, ну, не буду говорить мертвые души, но, скажем так, спящие товарищи некоторые. Не все прошли до сих пор Красный университет, но в целом это соблюдается. И для того, чтобы это соблюдалось и в дальнейшем, конечно, надо увеличивать число рабочих. Почему? Ленин писал, что любая идея, если за ней не стоит интерес, это пустое ребячество. Самая красивая идея, если за ней не стоит интерес, это пустое ребячество. Коммунизм – это, конечно, красивая идея, но за ней стоят в первую очередь интересы рабочего краса. У интеллигента, да, тоже заинтересована трудовая интеллигенция, но в меньшей степени. И хотя у нас ни ученая степень, ни профессорское звание не служит защитой от произвола со стороны работодателей, от унижений и так далее, но, тем не менее, все-таки у представителей интеллигенции есть возможность подняться личностно, а вот у рабочих такой возможности нет. Поэтому именно рабочие заинтересованы до конца, ну и потом рабочие – это умные, деловые люди, которые привыкли работать, выдавать конкретный результат. А среди интеллигентов, особенно в последнее время, я смотрю, даже в технических науках появилась масса людей, которые слова ропатят, что-то говорят и впустую совершенно, и отношение к тебе зависит от того, как ты там свой, не свой, а не от того, что ты реально сделал. На заводе все-таки среди рабочих такое тяжело. Есть тоже любимчики у администрации, но там это тяжелее продвинуть, рабочие более завязаны на конкретный результат. И вот поэтому это не бражь наша, что надо увеличивать число рабочих. Число рабочих, конечно, оно придаст устойчивость партии. Потому что вот откуда вот те же самые Бегизов, Айдунбеков? Ну, у Бегизова совершенно, на мой взгляд, очевидно. У него сейчас уже, по крайней мере, старо очевидно, не с самого начала было очевидно. У него с самого начала присутствовал интерес, чтобы за счет партии как-то вот подняться политически, куда-то избраться, как-то заниматься политической деятельностью, красоваться на трибунах, записываться и так далее. А когда мы в достаточно жесткой форме в период выбранной кампании президента поставили вопрос о том, что не выбор, а организация рабочего краса, это способствовало вот этому отсечению Бегизова. Ну, Айдунбеков, он профессиональный блогер, и он к нам пришел в партию как блогер. А кто такой блогер? Это тот, кто, ну, зарабатывает на жизнь с помощью своего блога-журнала. Ну, вот, по имеющимся сведениям, в феврале где-то, точно уже не помню, в Москве был большой слет блогеров, там достаточно известные блогеры были. Быр там товарищ Айдунбеков, наш бывший товарищ. И, видно, он там какую-то указивку получил, потому что до этого он очень тихо о себя вел. А тут он, так сказать, начал жестко выступать против фашизма на экспорт, против нашей позиции, защиту Бегизова и так далее. Ну, и тоже на этом, так сказать, сгорел из партии, он был вычищен. И вот надо понимать, что рабочие, это основа наша, это та часть партии, которая служит барастом, в хорошем смысле этого слова. Не тот бараст, который тянет вниз воздушный шар, а тот, который придает устойчивость кораблю, там вот это самое, чтобы корабль не запрокинулся. И это, так сказать, надо понимать, что у нас сейчас не совсем нормальное положение с перекосом интеллигенции в наших рядах. Значит, ну а по поводу наших действий. Значит, такое организация. Организация – это разбитие сложной задачи на ряд простых, понятных каждому задач. Вот, скажем, задача построить дом. Вот я, например, совершенно без понятия, как там построить дом. У меня будет организатор, он там даст мне задачу, там бревна таскать, по мере повышения квалификации, там гвозди куда-то забивать, покажет все. Ну и так потихоньку, таких людей много, и так вот возникнет дом. Вот эта задача – внедряться в рабочую среду, организовывать рабочих, она вот не очень понятна, с какой стороны за нее браться и как ее выполнять. А вот если разбить, значит, вот какие у нас сейчас могут быть задачи? Вот работать в профсоюзах. У нас есть товарищи наши в профсоюзах, есть товарищи в профсоюзе докеров, есть товарищи в профсоюзе действия, есть наш товарищ в МПРА. И надо через этих товарищей вести работу в этих профсоюзах, а что там делать? Помочь составить коллективный договор, может помочь распечатать, статью опубликовать в газете, ну вот тут, может быть, даже выпустить спецвыпуск газеты в каком-то случае. Надо, так сказать, это делать и ребить, тут более-менее понятно, что делать, и надо в этом направлении теребить и здесь вот работать. Там, где более-менее понятно, что делать. Я думаю, что это надо внести в первый пункт нашего постановления, чтобы там было непросто работать в профсоюзах. Мы этим занимаемся уже десятки лет. А вот расписать вот так вот конкретно, у нас есть три профсоюза, это докеры, действия, МПРА. Не у нас есть, а у нас есть товарищи, которые в этих профсоюзах, но так более-менее надежно сидят и пользуются там авторитетом. И надо вот, по крайней мере, в Ленинграде, не надо вот через них пытаться туда это самое, работать в этих профсоюзах и, соответственно, опять же, не контролировать, а работать в этих профсоюзах и добиваться, чтобы нашими знаниями, нашей энергией, чтобы эти профсоюзы на деле защищали интересы рабочего класса, ну и с прицелом таким, чтобы рабочие там учились и приходили из состояния краса в себе в крас для себя. Вот, в общем-то, что я хотел сказать. Спасибо. Нектерев Денис Борисович, город Ленинград. Я хотел бы еще в дополнение к докладу о работе организационной комиссии сказать, что в этом году впервые был принят общий план работы российской рабочей партии России, был принят, если в прошлом году мы принимали план, соответственно, работы Ленинградской организации, Московская организация принимала, то в этом году план был распространен на работу всей партии. Соответственно, прошла работа плановой комиссии и потом, соответственно, после рассмотрения в региональных организациях план был утвержден, каждый из них. У нас есть небольшое расхождение между нашими отчетными периодами и планом работы, потому что мы собираемся, понятно, в июне, а план мы принимаем календарный, поэтому небольшой у нас получается такой сдвиг. Обсуждали вопрос, в принципе, о том, что планировать от съезда к съезду, но пока это, так сказать, не прижилось. Хотя в будущем, возможно, что если мы хотим контролировать какие-то решения, то, соответственно, исполнение мы должны об их исполнении докладывать, соответственно, к съезду. То есть и план должен был быть привязан, по идее, к работе нашей от съезда до съезда. Очень правильно был поднят вопрос о дисциплине. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что имеет место элементарная неорганизованность, необязательность, неисполнительность и даже в исполнении каких-то самых простых задач. Ну, прийти, допустим, по, так сказать, сигналу сбора к проходной. Я даю информацию пяти человекам, да, там четыре из них соглашаются прийти, приходит один. И самое главное, что это не встречает, вот сейчас Иван Михайлович это прозвучало, не встречает какого-то неодобрения, там, или осуждения, товарищи. У нас нет каких-то санкций, да, там, ну, понятно, если человек не платит три месяца взносы. Нет, я предлагаю, что все-таки, наверное, ну, как-то моральные, моральные, так сказать, методы контроля здесь должны быть. Либо мы работаем и контролируем друг друга, и в том числе должны как-то осуждать вот эти вещи, да, а на самом деле, ну, вот, если человек что-то хоть сделал, уже хорошо, а если не сделал, ну, плохо, конечно, но не очень. Вот, он же наш товарищ, как мы к нему, так сказать, мы же не можем к нему плохо относиться из-за того, что он там не пришел распространять газеты, ну, в следующий раз придет. Или там не приехал на съезд, да, хотя выбором был делегатом, например. Такие вещи же тоже, ну, бывают обстоятельства, но ты сообщи тогда своим товарищам, почему ты не можешь прибыть. Если тебя выбрали делегатом на съезд, да, значит, или там ты не можешь прийти на распространение, или еще чего-то не можешь. Приехать на РКР и так далее. То есть, наверное, надо друг к другу относиться более уважительно и более ответственно. Если мы хотим быть действительно партией, мы должны, никто нас сверху контролировать не будет, никаких у нас, так сказать, вышестоящих органов нет. Вот мы собрались на съезд, да, и мы должны быть друг с другом честны. Вообще готовы мы вот так вот работать, что сегодня мы приняли решение, а завтра пошли выполнять. Или мы приняли решение, а завтра мы, так сказать, до следующего съезда будем чесать репу и ничего не делать. И будем ждать, когда, наконец, рабочее движение всколыхнется, и мы тогда вот начнем в него вносить чего-то. Когда оно всколыхнется, найдутся люди, которые уже готовы туда вносить и будут вносить туда совершенно другие идеи. Мы это видели на примере сопредельных стран. Они внесут туда идеи, какие нужно. Понимаете? И просто поменяется правящая верхушка. Вот и все. Поэтому для того, чтобы действовать в решающий момент, надо сплачиваться сейчас. А не тогда, когда, так сказать, готовить средства пожаротушения, не тогда, когда дом загорелся уже, а заранее. И если мы хотим, чтобы у нас формировались региональные отделения, там надо найти рабочие. У нас есть организации, где есть уже рабочие, а тем не менее не оформляется. Всем очень уютно, так сказать, под крылом ленинградской организации находиться. Да? И не принимать, так сказать, на себя ответственность за работу в своем регионе. Ну, партия, конечно, без вас, Иван Михайлович, точно партия рассыпется. Вот. Поэтому давайте, наверное, начинать с того, что у нас есть. И я думаю, я считаю, что это может запустить процесс в том числе, так сказать, и дальше. Потому что московская организация не рассыпалась от того, что они стали самостоятельные. Она начала прирастать и прирастает очень хорошими темпами. Да. В том числе. Поэтому я думаю, что вот, наверное, надо все-таки, может быть, даже в решение съезда включить вопрос, что если появляется рабочий в региональной какой-то организации, да, просто организовывать, да, да, если есть рабочие, значит, соответственно, организовывать первичную организацию. Ну и, наконец, по вот этой дискуссии по интернет-ресурсам. Очень много людей может просматривать наши ролики, так сказать, ставить лайки, даже распространять это. Но это люди, которые, как правило, за пределы вот этого интернет-пространства не выйдут и делать ничего не будут, потому что на самом деле нам нужно найти одного-двух человек на каждом предприятии, которые действительно были готовы начать борьбу за коллективные интересы, за интересы своих сотрудников, своих работников. И вот эти люди только единственное, что могут быть, так сказать, двигателями вот этого всего. Понимаете? А эти люди, я думаю, что они загружены и в интернет вряд ли выйдут. Поэтому работа на проходных, безусловно, должна продолжаться. И, наверное, вот тот формат, который товарищ Романов предложил, с опросом. Во всяком случае, с людьми надо пытаться разговаривать и не на бегу, что называется. Пока, по опыту могу сказать, те, которые останавливаются и начинают разговаривать, ну, к сожалению, тоже оказываются такими балаболами. Вот. Может быть, мы неправильно, так сказать, мы выходим перед началом смены, а надо, наоборот, выходить к концу, когда люди более свободны. Спасибо, у меня все. Казенов Александр Сергеевич, профессор Красного университета, с удовольствием прослушал отчетные доклады и особенно обобщающий доклад, в котором, мне кажется, Михаил Васильевич подробно, доступно и сложил главную задачу. Главную задачу и в том смысле, что мы над ней боремся, собственно говоря, все эти годы. Говорим об увеличении рабочих, об организации, значит, рабочих организаций по городам, об усилении роли рабочих партий. Но и в том смысле, что сегодня и вот буквально вот в эти годы, в последние годы и в нынешний год, эта задача, может быть, становится, значит, ну, остро актуальной. Почему? Потому что мы живем в давнем кризисе. Собственно говоря, все эти 25 или сколько уже больше, 27 лет, да, можно говорить и о 30 годах, Россия живет в кризисе, в вымирании населения, которое пытается правительство какими-то странными усилиями, финансами в основном, значит, преодолеть. И у него ничего не получается и не получится. Почему? Потому что Путин думает, что он даст денег, и ему кто-то там сделает какой-то прорыв. Никто никакие прорывы за деньги не сделает нигде. В науке они делаются по вдохновению, а не по деньгам. Значит, в промышленности они делаются по формулировке указанием руководства. Когда руководство знает, что нужно сделать прорыв в танковом деле к войне или там в самолетном деле, значит, когда возникает новый тип авиации, скажем, ракетной, тогда организуется прорыв, он делает. А эти товарищи, они думают, что они поболтают о прорыве в президентском послании, и прорывом кто-то что-то сделает. Никто ничего не сделает. Страна продолжает находиться в этом кризисе. Причем нынче год очередного финансово-экономического кризиса. Вы помните, был он в 98-м году, потом был в 2008-м году. Сейчас 10-летний цикл завершается. Так что вот-вот он разразится, этот мировой кризис. И надежды на правительство никакой нет. Поэтому вы, наверное, почувствовали по прессе, по СМИ, значит, что общество, особенно молодые теперь круги, молодежь подымается и ищет те силы, которые могут что-то пояснить, могут что-то организовать. И в том числе вот приходят и очень молодые люди к нам в Ленинградскую организацию. Нынче пришел и подал заявление о вступлении, мы его приняли. Собственно говоря, школьник. Молодой. Причем не случайный какой-то школьник, а он был в КПРФ. Значит, посмотрел на КПРФ изнутри. Потом в некоторых мероприятиях увидел нас и пришел в РКРП. И такой толковый чувствуется, вдумчивый парень. Это только поиск. Скажем, Михаила Васильевича тут стали разыскивать и использовать как человека, значит, продуцента идей. И вот, скажем, я буквально на днях увидел его интервью. Семин попросил его интервью, и Михаил Васильевич дал. То есть Семин все-таки человек из центрального телевидения. И кто-то ему подсказал. Вышли на Михаила Васильевича, дали ему и попросил у него такое интервью. То есть в обществе идет поиск идей и сил, которые бы могли вытащить, наконец, Россию из этого положения. Поэтому вот это обоснование и цель, и задачи на ближайшее время, они через это у тебя и на актуальны. Но мы все-таки партия и политическая партия. Я напомню, я думаю, все товарищи у нас уже изучили. Все-таки полезно, может быть, напомнить, что партия – это такая общественная организация, которая борется за политическую власть. То есть профсоюзы – это все-таки какой-то промежуточный этап. Он надолго. Мы при коммунизме будем работать в профсоюзах, как правильно Иван Михайлович сформулировал. Но все-таки это вещь начальная и промежуточная. В какой-то мере можно говорить о ней как о средстве. А цель-то наша, значит, как партия политическая более отдаленная – это власть. Власть рабочего класса, а не наша. Диктатура класса, а не наша. Но и это промежуточное. Я думаю, что в нашем университете, кто прошел школу, знает, что и Марс говорит в письме Вильдемееру 52-го года, что сама диктатура пролетариата является только переходным периодом к обществу без классов, к коммунизму. Поэтому мы все эти задачи должны видеть вот в этой перспективе. А что значит видеть в этой перспективе? Это значит, нужно видеть рабочих и профсоюзной организации как ступенька на пути к советам, то есть к форме диктатуры пролетариата. Ну и, скажем, когда заводят нынче разговор о советах, о советской власти, о диктатуре пролетариата, то людям кажется этот договор очень таким отдаленным. Что это что-то далекое, это нас не касается, это где-то еще в будущем. Ничего не в будущем. Скажем, революция 1917 года началась ведь неожиданно из таких стихийных женских демонстраций в конце февраля. Вдруг потребовались и профсоюзные, и другие организации, чтобы поддержать вот это народное движение. Тут партия организовалась. Почему? Потому что у нее все-таки были вот эти узелки. Поэтому она сразу и профсоюзные организации, и тут же на почве этих профсоюзных организаций советы, и тут же на почве рабочие комитеты, и тут же на почве этих рабочих комитетов Совет Петербурга. Так и мне кажется, и мы вот эту перспективу не должны считать какой-то отдаленной, а перспективой, которая может возникнуть совершенно неожиданно в любой момент, который может быть мы сейчас не ожидаем. Но что ситуация и в России, и в мире сегодня очень острая, я думаю, что это чувствуют, понимают все. Что на Западе между капиталистическими странами раздрай, в России между буржуазными группировками раздрай, и значит уже такой поток сформировался беженцев из миллиардеров на Запад. Поэтому ситуация может измениться в любой момент. И советы создавать никто не мешает. В этом смысле мы живем с вами в прекрасную эпоху. Скажем, в советское время ведь Сталина не попропагандируешь. Вот, кого-то там из коммунистов или сам коммунизм, советский коммунизм, не покритикуешь. Сейчас, пожалуйста, теперь профсоюзы создать. В советское время вы бы профсоюз свой, пожалуй, не создали. А сейчас соберемся мы три человека, написали заявление, если у нас есть действительная воля. И у нас организация есть. Значит, просим профсоюзную организацию, которая уже есть, скажем, Федерация профсоюзов России, или там авиодиспетчеров, или еще кого-то, включить нас в профсоюз. Нас включит, и у нас есть свой на заводе профсоюз. То есть, ничто не сдерживает, кроме воли. Но что такое воля? Может быть, не все знают. Вот в 17 веке, мне кажется, Гоббс очень хорошо это просто сформулировал. Воля – это последнее решение. Воля – это такое решение, которое я взялся выполнять. Скажем, я бросаю курить. Вот я бы бросал курить 26 раз. То есть, сильная воля была. Да. Аж 20. В этом смысле я переплюнул Марка Твена. Марк Твен бросал только 17 раз. Вот. Но на 27 раз я все-таки бросил курить, докладываю вам. На какой раз будет царская власть? Да, да. Значит, воля. Решение, которое я выполняю. И вот эта воля, это решение, оно зависит от знаний. Поэтому вот сейчас, пока есть эта замечательная обстановка, когда пока нету революции, вот надо эти знания, надо эти идеи усвоить. Насколько это важно? Вот наша конференция к дню рождения Маркса и манифеста Коммунистической партии в августе, она меня подвигла тут почитать литературу с Марсом, которая сейчас выходит. И я наткнулся на новый том моего однокурсника, можно сказать, «Маркс размышляющий». Значит, он старший научный сотрудник Института философии Академии наук. И вот, значит, ну, думаю, Маркс размышляющий, это, наверное, что-нибудь такое новое, основательное. Ничего там нового, не основательного. Вся, значит, болтовня. И мне видно, что вот он категорию становления не знает. Он не знает, что с ней делать. Он не знает, что такое переходный период. Для него переходный период – это каша. Он не понимает, о чём он пишет, кандидат наук и, значит, Завана. А у нас вот товарищи, которые позучились, я уверен, все, по крайней мере, категории бытие, ничто, становление, изучили. И их на эту дешёвку уже не купишь. Ну и, значит, мы как-то говорили на одном из съездов, что у нас партия действующая, что у нас партия учащаяся и что у нас партия пишущая. Значит, для тех, кто прошёл Красный университет, для второго отделения, значит, есть возможность написать что-то научное, не пропагандистское, не агитационную статейку, а научное. То есть нужно сформулировать свою мысль, в том числе вот эти наши, значит, мысли, ну, может быть, с каким-то новым поворотом, там, о советах, о коллективном договоре, ещё там о чём-то, о коммунизме, о производстве труда, сокращении рабочего времени, о длительности жизни, философские вопросы. Значит, напишите, сформулируйте, предложите, рассмотрим, и, может быть, опубликуем в научном сборнике. Поэтому предлагаю товарищам, значит, со второго отделения вот такой научной работой заняться. Почему? Потому что она и учит формулировать свою мысль. А если у вас есть привычка формулировать свою мысль, у вас и воля получает определённость. Я думаю, что вступили в партию, у них есть уже эта воля. Но нам важно и научить товарищей, с которыми мы взаимодействуем, мыслить, и этим самым дать толчок к самоопределению этой воли. Ну и товарищи тут жаловали, что как им трудно жить в этом самом, как город-то? Майкоп. Майкоп. Значит, и Майкоп, и Новосибирск, или ещё куда-нибудь. Мы же ведь и туда можем съездить. Вот я сейчас скажу, могу съездить в Майкоп. Правда, не за свои деньги? То есть, если вам нужно встретиться с товарищем, провести какую-то лекцию, провести какую-то разъяснительную беседу, да, значит, обратитесь к нам. И я думаю, что, может быть, за ваши деньги, значит, мы найдём возможность организовать конференцию. Обратите вас за ленинградские деньги. Ну вот, видите, один вопрос уже решён о возврате. Осталось только туда. Осталось туда. Поэтому, дорогие товарищи, значит, вопрос знаний – это вопрос принципиальный. Вопрос коммунизма – это тоже принципиальный. Их нельзя терять из виду. Без вот этой перспективы совета не построить. Без знаний ни профсоюза, ни совета не построить. Поэтому, как призывал нас Владимир Ильич, учиться, учиться, учиться коммунизму. Действительным образом. Юрков Кирилл Валерьевич, член Ленинградской организации, преподаватель Красного университета. Дорогие товарищи, я думаю, если мы говорим об оценке деятельности Рабочей партии России в целом за истекший период, то нам нужно указать на два момента в этой деятельности. Первый момент, он, в общем-то говоря, очевиден, я думаю, всем, и многие это здесь отмечали. Момент, связанный с идеологической работой. Момент, связанный с обучением. То, которое проводит Рабочая партия России. Это Красный университет, это Университет рабочих корреспондентов, это выпуск газет с таким глубоким теоретическим наполнением. Это всевозможные кружки по науке, логике, по капиталу и так далее. И надо сказать, что если мы рассматриваем этот момент, то здесь можно, я думаю, что можно констатировать, что мы впереди планеты всей, что называется. Равных нам в окружении мы не видим. Можно послушать то, что говорят наши товарищи, скажем, из РКРП на тех же самых лекциях. И мы увидим, что в этой области они значительно от нас отстают. И это движение, как мне видится, активно началось в году в 2012 с организации Красного университета. И за эти 5-6 лет оно набрало такой большой ком, что ли, сформировался, и вот несется этот локомотив, и его уже в этом смысле не остановить. Но при этом надо сказать, что имея вот такую мощную идеологические возможности и по обучению, надо сказать, что не все члены нашей партии пользуются этими возможностями. До сих пор не все вступающие в партию, скажем, заканчивают Красный университет, хотя вот постановление, которое было в прошлом году, оно обязывало именно вступающих в партию. Или в запрошенном, 23-й съезд, обязывало вступающих в партию заканчивать Красный университет. Не все даже вступающие в партию действуют согласно постановлениям съезда. Но я думаю, что мы дошли до того момента, когда нам нужно обязать не просто всех вступающих, а всех членов партии закончить Красный университет. Потому что окончание Красного университета означает, что человек идеологически, ну хоть более-менее, он готов к работе в партии. И почему это назрело? Вот в этом году, я думаю, что этот вопрос, так сказать, созрел и перезрел уже. Потому что вот мы уже говорили, несколько раз тут вспоминали наших товарищей, которые порвали с партии. И если один из них, так сказать, обучался в Красном университете, то второй в Красном университете не обучался. По всей видимости, судя из его выступления, он к теории относится презрительно, подзирает ее вообще, никакими категориями не владел. Ну и, соответственно, вот результат. Хотя, тут надо тоже отметить, что вот с тем, что связано с очищением партии, имеет место не только субъективный момент, но и следующее. Если мы вспомним, вот Владимир Ильич в письмах к съезду, он говорил про то, что октябрьский эпизод, и он имел в виду выступление Зиновьева и Каменева, когда они раскрыли дату вооруженного восстания. Так вот, он говорил, что октябрьский эпизод, связанный с Зиновьевым и Каменевым, не может, хоть и не является случайностью, не может быть поставлен им в вину. Как и не большевизм Троцкого? Лично, да. Как и не большевизм Троцкого? То есть, здесь надо понимать, что вот эта антипартийная деятельность в некотором смысле является отражением той борьбы, которая происходит в идеологическом поле, и которая фактически является отражением классовой борьбы. То есть, не надо списывать все на то, что это вот какие-то личности, особые личности данных товарищей. Такая борьба будет происходить, и такую борьбу нам еще придется вести, так или иначе. Это связано с объективными обстоятельствами развития. Так вот, я сказал об этом первом моменте, который в партии вот так развивался, он назрел и, как я сказал, уже движется, можно сказать, сам с собой. И здесь, ну что-то можно еще улучшать, 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 но если мы сконцентрируемся только на этом, то, как правильно сказал Михаил Васильевич, мы будем большим красным университетом. Или большим университетом фонда рабочей академии, университетом, большим урком, университетом рабочих корреспондентов. Вот. Вспоминая все-таки о том, что же такое партия, и чем она должна заниматься, соединением социализма с рабочим движением, я думаю, что мы должны констатировать, и констатировать достаточно жестко, что на данный момент рабочая партия России вот эту задачу выполняет неудовлетворительно. Или не совсем выполняет, скажем так. Вот. И как нам эту задачу решать, как действительно становиться действительной партией рабочего класса, вопрос сложный, но я думаю, что и сегодня мы в некотором смысле давали ответ на этот вопрос. Заключается он в том, что действительным движением к восстановлению социализма в России является создание советов. Советы вырастают из борьбы на заводах и фабриках, значит, из коллективных действий. Вот эти коллективные действия нам и нужно поддерживать всячески, организовывать, принимать участие и так далее. И я думаю, что в ближайшее время для нашей партии в следующем периоде работы будет особо важным участвовать в профсоюзной деятельности с той точки зрения, с организацией профсоюзной деятельности и разъяснения товарищам рабочим, как на практике вести борьбу за коллективные договоры, за улучшение условий труда, за борьбу за шестичасовой рабочий день, за доведение заработной платы до стоимости рабочей силы. Вот в чем нам нужно активно принимать участие. И надо сказать, что не только принимать в этом участие, а лично мне, например, и учиться придется этому. Потому что у меня такого опыта разъяснения рабочим, как организовать профсоюз, как написать коллективный договор, у меня лично нет. И я думаю, что не у всех из нашей партии такой опыт есть. В связи с этим, мое предложение нашим товарищам, кто имеет такой опыт, а я уже услышал как минимум у троих выступающих здесь и о негативном опыте о том, что была попытка создать профсоюз, но эта попытка оказалась неудачной. Я думаю, что и внутри партии нужно объяснить всем товарищам, что за попытка была сделана, почему она оказалась неудачной, что было сделано неправильно. То есть не скрывать это в себе, а разъяснить всем товарищам. Лучше всего разъяснить на страницах нашей прессы. Вот товарищ Калет говорил, что он участвует в написании коллективного договора. Я думаю, что всем нам будет очень полезно прочитать этот коллективный договор на странице одной из наших газет. То есть нам следует учиться самим организовывать эти коллективные действия, организовывать рабочий класс в этих коллективных действиях. Ну вот, это, наверное, все, что я хотел сказать по поводу работы. Также по просьбе идеологической комиссии был подготовлен проект постановления 25-го съезда рабочей партии России, в котором, собственно говоря, я попытался отразить то, что высказал сейчас. И я думаю, что завтра, к завтрашнему дню, товарищи подготовят свои предложения к... Может быть, сегодня кто-то передаст, уже передали на самом деле, свои рекомендации, свои правки к этому проекту. И мы можем рассматривать этот проект, возможно, проголосовать за него, как сначала принять его за основу, если других предложений не будет, а потом как-то довести его до действительного постановления. Спасибо. Товарищи, я бы хотел несколько подискутировать с Денисом Борисовичем. Во-первых, я хотел бы полностью согласиться с ним по поводу дисциплины. И я думаю, тут как можно было бы сделать? Вот товарищей, которые не вышли, скажем. Во-первых, я вот на себя, как секретарь, значит, если не забуду, конечно, постараюсь, разосрав видео спортсобрания, к этому видео в комментарии прирогать список товарищей, которые отсутствовали без уважительных причин. Вот. Потом. Этот же список можно в партийную рассырку разосрать. Потом, если кто-то не вышел, пообещал и не вышел, то, что человек не может с утра, скажем, рано выйти к заводу, ну, это ситуации бывают, например, сам не всегда могу выйти с утра к заводу. А если он пообещал и не вышел, ну, это гнусноватая такая манера, чтобы от меня отвязались, я говорю, да-да-да, а потом не выхожу. Это надо этот список этих товарищей сразу же на страницах ВКонтакте публиковать и публиковать по партийной рассырке, чтобы это дело освещать и чтобы это самое было видно, что такое-то, такое-то, такой-то. Ну, и заносить их в кондуит, ну, а если, так сказать, это будет накапливаться, то, соответственно, принимать меры. Так, да, и последнее, так сказать, по поводу вечера у проходных. Мне всё-таки видится, что если человек утром получил газету, у него голова свежая, и он понёс эту газету к товарищам. Хотя я, кстати, одну из наших газет видел в туалете в ней трансмаша. Вот. А вечером, так сказать, он понёс домой, так он принёс газету на работу, она там лежит, он её прочитал, она лежит, но мы говорили о том, что если 100 газет там на завод впрыснуть, ну, уже, в принципе, её на заводе как бы увидят. А если они домой возьмут эту газету, она там дома будет лежать, это всё-таки утром, наверное, продуктивнее, но это, так сказать, вопрос уже второй. Ну, и вот, так сказать, ещё, так сказать, по поводу... Ну, постановление завтра будем обсуждать, ладно, там, скажем, я всё-таки возражаю против того, чтобы преподавателей освободить от обучения в Красном университете. Пускай, как они получатся, граждане преподавателе. Ничего страшного, если, так сказать, придёт Попов к Юркову сдавать экзамен, я думаю, это зрелище, во-первых, привлечёт, во-вторых, популяризует, а в-третьих, это самое, поднимет авторитет Красного университета. Кандидатов технических, я думаю, что можно будет идти через Красный университет, а в Попове нет. Особо пожилых этих самых можно... Ну, это надо индивидуально освоить. Почти из инвалидов, Попово. Мишеников Роман, член РПР Нижний Новгород. Я вот первый раз на съезде присутствую, да, считаю, это важным событием, центровым событием, на котором все могут высказаться, могут собраться, внести свои предложения, и на этом мероприятии решаются ключевые такие вещи. Мне приятно видеть Михаила Васильевича Попова, Александра Сергеевича и многих других, потому что я этих людей видел только по интернету, то есть смотрел видео. Приятно очень познакомиться, как бы, живую. Да. Ну, со своей стороны, хочу сказать, что Нижегородская организация сейчас тоже развивается, вот у нас появился кружок диалектики, то есть мы будем привлекать туда еще большее количество людей. Насчет рабочих. По своему опыту скажу, что рабочие не особо хотят идти на логику, кто-то пришел, послушал, ну, потом не заявил желание, скажем так. Вот. Но будем дальше работать. Как говорил Ленин, нужно повторить не два раза, а 22 раза разъяснять и разъяснять. Вот. Поэтому будем настойчивыми, я думаю, что к концу года постараемся сделать так, что в кружке было 10 человек. Вот так. Ну, спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел вернуться к 6-часовому рабочему дню и к вопросу о пенсионной реформе. Эти вопросы связаны. И если вы помните, товарищ Золотов, он освещал этот вопрос в отношении пенсионного возраста, что несмотря на то, что у нас сейчас пенсионный возраст меньше, чем в Европе, допустим, то в часовом исчислении наши работники к достижению пенсионного возраста работают больше. По часам работают больше. И дальнейшее... Продолжительность жизни меньше. Продолжительность жизни меньше. Да, это уже третий аспект, что продолжительность жизни меньше. Но это только даже по официальной статистике. А сейчас мы знаем, что огромное количество рабочего времени не учитывается у людей. Люди работают сверхурочно, во многих фирмах они равняются на Японию, не знаю уж на какие там. Еще странные поработать часик до начала работы и два часа после. Это считается просто хорошим тоном. Не взять отпуск. Отпуск предоставляют максимум две недели. Две недели в году. Это сплошь и... Хороший тоном не пользоваться. В Японии, естественно. Да, но это понятно. Это тоном задают наниматели. Да, это не в интересах работников. Но это представляется таким образом, что это, так сказать, культура местная такая. Но у нас такой культуры нет. Она у нас просто насаждается и, так сказать, в приказном порядке вводится. И я думаю, что вот этот момент учета, то есть прежде чем говорить о увеличении пенсионного возраста, надо, во-первых, наладить учет и надо требовать того, чтобы был налажен учет. Допустим, как это сделано было во Франции, где буквально каждый час работы, там урочный, сверхурочный, он учитывается. И вообще для того, чтобы мы могли понимать, на самом деле, сколько люди работают. Это один момент. И второй момент. Необходимо потребовать в таком случае, чтобы расчет, если у нас расчет рабочего времени, расчет заработной платы, расчет отпусков, отпускных и так далее, все ведется в часах. А пенсионный стаж у нас почему-то рассчитывается в годах. Независимо от того, сколько человек на самом деле в году отработал. А между прочим, пенсионные начисления, они начисляются на каждый отработанный час. Независимо от того, это основное рабочее время, или он отработал по совместительству, или он еще сверхурочно отработал. То есть, фактически, если человек работает, допустим, на полторы ставки, то он за год отрабатывает полтора, и пенсионные взносы идут за полтора года. И тогда получается, что если люди действительно, как у нас работают больше, пенсионный возраст должен быть не увеличен, а сокращен. И вот с этим требованием надо выступать. Персиментифицированного учета рабочего времени и назначение пенсии по фактически отработанному времени. Вот то, что мы можем противопоставить вот этой, так сказать, агрессии нанимателей по увеличению рабочего времени. Я думаю, что этот момент тоже нужно осветить и, может быть, включить это в наше постановление. Спасибо. Рабочий класс сразу первое, что сделает, как только установит свою власть, он будет обеспечивать развитие общественного производства. Национализирует, между прочим, его перед этим. Причем национализирует, причем государственный сектор вообще не надо национализировать. Это прямо вот эти государственные предприятия, они превращаются в общественную собственность. Только государство другое. И не надо никакой национализации подавать. Вот дальше можно план создавать. Где еще? Вот план. Можно создавать пресс-социализм? Можно. Каковы перспективы составления плана при капитализме? Вот попытки были такие, жалкие вроде концепции социально-экономического развития. И все это руководство страны, нынешние которых мы знаем хорошо, они сами это все выплеснули, выбросили. И предпочитают там какие-то программки отдельные, поездки, разговоры, беседы, проекции, что угодно. То есть люди не хотят себя связывать ответственности за судьбу отечественного производства. То есть буржуазия за судьбу отечественного производства не хочет на себя брать никакую ответственность. Это все подтвердилось уже десятилетиями. Поэтому все эти обращения в их сторону, они носят только агитационный характер с точки зрения показа рабочим, что они ничего не делают. А иллюзии создавать, что мы обратимся, и они что-то сделают, вот совсем не надо. Иллюзии не надо. Вот надо если писать, писать о том, что вот мы обращались в 1527 раз, и на 1528 раз тоже никто не ответит. И поэтому вывод отсюда один, что надо создавать свою власть советскую, и тогда можно будет возрождать отечественное производство. Обманывать людей, создавать иллюзии, что сейчас можно наладить общественное производство, нельзя. Это обман, ложь. А заниматься ложными такими предложениями, доносить ложные вещи в постановление, ни в коем случае не следует. В постановлении мы должны внести то, что будем реализовывать. А это мы никак не реализуем. Может быть, так же поступает и президент. Он знает, что вот этот класс, который его поставил, он реализовывать это не будет. Вот если он поставит, какой-нибудь план дастся разработать. А план никто не будет. Во-первых, разрабатывать не будут, во-вторых, выполнять не будут. А зачем оторвали от Академии наук все институты? Чтобы даже духу не было, никакой возможности не было составить план. Кто это сделал? Это на высшем уровне решается, на уровне президента. Взять Академию наук, которая при царе была, Академии, где ученые решали, как распределять государственные деньги, направленные науку. Феодалы направили, или капиталисты направили, коммунисты направили. Всегда они чиновники решали. А кто лучше понимает научных вопросов? Ученые. Ну, всякие бывают ученые, бывают и плохие. Но чиновничьего подхода никогда не было. А сейчас? Кстати, у нас выборы тоже были сюда, в университет. И ректоры выбирали. Они назначали. И имелось соответствующее самоуправление. Поэтому иллюзии не надо создавать такое. Это красивая такая картинка, самих для себя потешить. Прямо вот мы напишем, и что мы... Ну что вот, то, что мы напишем, это задание нам. Я правильно понимаю постановление ЦК? Кто должен выполнять, Борис Николаевич? Постановление ЦК? Члены партии. Члены партии будут выполнять. Вы члены партии поручаете восстановить общественное производство? Рановато. Рановато. Кто будет? Товарищ Шилов, почему не восстановлено общественное производство? Вам сколько раз, Борис Николаевич уже говорил, восстановить. Вы вот ведущая сила, передовая сила, наше общество, Россия, и до сих пор не восстановлено отечественное. Так, вот, притягиваем. Я считаю, надо какие-то меры принимать. Для его фамилии в Ютубе. Я думаю, то есть мы сейчас обсуждаем, уже начали обсуждать постановление, надо подумать. Вот вопрос о пенсионном возрасте, это вот вопрос об изобличении. Это руководство, которое ничего не делает для возрождения отечественного производства, при этом хочет забрать еще у пенсионеров деньги. Вот надо как-то это отразить, сказать, что мы за сокращение рабочего времени, в том числе из-за сокращения рабочего стажа для получения пенсии. Надо написать, чтобы мы сейчас вошли в альтернативу этому. Неизвестно, с чем это как-то решится, но мы должны войти не как люди, которые промолчали. Посмотрите, КПРФ как политическая партия вообще промолчала. Мы уже как партия кое-что сделали, мы не промолчали. Мы подписали необычное постановление, которого у нас никогда не было. У нас ни разу не было за всю историю существования рабочей партии России, чтобы постановление подписали все руководители комиссии Центрального комитета. Почему? Ну, потому что у нас были там по вопросам идеологическим, по вопросам политическим, по вопросам организационным. А это ситуация, которая всех касается работников, у всех работников хотят отнять жизнь. Укоротить ее, потому что что такое более короткий выход? Так, вы вышли на пенсию, так сказать, поскольку работают, не выходите на пенсию, а пенсию уже получили, если у вас есть возраст. И вы еще можете поддерживать свое существование. А тут собираются подождать, как при Ельцине, чтобы вы умерли до выхода на пенсию, и тогда весь этот пойдет бюджет, все эти деньги. Вот же хотят, что сделать. Вот нет вообще, ничего позитивного нет вообще. Все знают, значит, у нас здравоохранение уменьшается сигнование на образование, уменьшается сигнование, срезается специалитет, делается четырехгодовое обучение и так далее. И еще и пенсионеры. Это единственная, по словам Кудрина, сила, которая сдерживает наш экономический рынок. Американские пенсионеры живут долго. Да, слишком долго, да, слишком долго живут. Поэтому, конечно, надо в постановлении это записать. Вот это реальные вещи. Надо еще раз, я обращаюсь тоже ко всем, вот подумать сегодня и ночью как вот, это правильно, ночью подумать. Вы подумайте ночью, Борис Николаевич, завтра уже такое не предложите. Подумать, что предложить такое, что вот мы точно сделали. Вот мы точно можем такое записать в решение, поскольку мы его обнародуем. У нас было заявление Центрального комитета по этому поводу. Все видели, да? Потому что мы его везде развесили, как, собственно, и предполагалось. И выступил Дмитрий Юрьевич как сопредседатель логической комиссии, как рабочий член ЦК. И если вот молчит огромная КПРФ, которая, значит, возглавляла, так сказать, восхваляла миллионера на выборах президента, то вот маленькая рабочая партия России выражает интересы громадного большинства трудящих, уже не только рабочих, трудящихся России. И промолчать мы тут не можем, конечно. Нам надо это вставить. Поэтому давайте записываю сокращение рабочего дня и сокращение периода или продолжительности трудового стажа для выхода на пенсию. Потому что у нас, вот мы знаем, мы же говорили, сверхурочные работы, уже безгранично заставляют людей работать, так надо сократить. Это то же самое. Можно и так, но сейчас, думаю, вопрос не о расчетах, не о деталях, не о пропорции, а в принципе, что в принципе, да, надо свободное время, чтобы они могли вздохнуть, а они вздохнуть не могут. И их начинают, они уже больные, старые. Причем это не люди, которые там в вузах сидели, как мы с Александром Сергеевичем, все-таки мы в легких условиях. У нас ни запыленности, ни загазованности, ни тяжелого, ни вредного, ничего нет. А люди в тяжелых условиях работают с шахтером, которые умирают после того, как они добыли какое-то количество угля, и точно будет очередная смерть. Ну, дескать, слишком мало, вы умираете. Давайте еще сократим. Тем более, это было при Ельцине. 59 лет был срок с продолжительностью жизни мужчин. 59, а выход на пенсию в 60. Это была гениальная заслуга Ельцина. Вот эти лавры Ельцина никак не дают покоя. Он и много других вопросов решил. Вот пенсионные женщины только подкачали, они вот заскаливали за этот пенсионный возраст. Второй заслугой была Ельцина тогда, это перестать струить и начать сокращать вообще жизнь тут, чтобы смертность окрежала рождами. Это же хорошо. Тогда население сокращается, делим имеющиеся квартиры на количество людей, что получаем? Рост все больше квадратных метров на одного человека. Только вот то, что медленно это сокращается, это единственное, что сдержало. И третья задача вот эти возрождения. Не надо ничего возрождать, надо закрывать эти предприятия. И у нас сейчас вот только что объявили, ни в одном регионе Санкт-Петербурга ни в воде купаться нельзя. Не потому, что они что-то делали и чтобы боролись с этим, а потому, что они не собираются ничего делать. Так? Нельзя. А почему нельзя? Да, потому что не реализована задача, которую Ельцин поставил. Закрыть к черту все предприятия и будет хороший, свежий воздух. И мы умрем все на свежем воздухе. Красота. Вот, Борис Николаевич, мне кажется, вот так надо поставить вопрос. Кому мы обращаться будем? Не надо к ним уже обращаться. Они опозорили себя и показали себя болтунами. Не хотят брать на себя ответственность. не хотят. Надо ответственность взять, говорить, план. Что такое план? Если я предлагаю план, ты потом, значит, я в этом участвовал, то скажут, а что у вас план не выполняется? Надо не ездить из страны в страну, не болтаться, а сидеть, как товарищ Сталин, и выполнять этот план. Поэтому они планы не хотят принимать. Они оденут пиджачки и ходят и выступают. И предлагают. Нет ничего обязывающего. Правительство ничего не обязано делать у нас. Ничего. Центробанк тоже не обязан кредитовать предстоятельность. Никто ничего не обязан там наверху. А они хотят еще обязать этих самых... Вот они еще хотят освободить себя от последней обязанности еще пенсионеров поддерживать. И действительно раньше были такие сознательные пенсионеры на заре развития человечества. Они знали, что дети родились у их детей. Ну что же теперь надо решить, кто будет жить. Или вот эти внуки, или старики. И старики спокойно уходили в гору. И сейчас предлагается то же самое. И дети в гору, кто живет. Так что я думаю, давайте мы предложения будем готовить такие, за которые мы можем отвечать за выполнение. Можем за это бороться. Мы на этом стоять можем. Мы твердо стоим на том принципе, что надо сокращать рабочий день и продолжительность трудового стажа. Это позволит увеличить продолжительность жизни. Это можно записать. а эти люди хотят быстрее поубивать наш народ своими инициативами. Кучук Владимир Александрович, у меня вот в этой связи такие пара предложений практических. Но вот насчет вот эти инициативы на госуслугах раз, насчет выступлений по поводу пенсионной реформы два. Во-первых, там же на сайте госуслуг там есть инициатива по как раз таки отмене вот этого решения о увеличении пенсионного возраста. Тоже можно ее поддержать. Во-вторых, у нас есть прекрасное выступление записано профессора Золотова. И мое предложение какое? Вот у нас сегодня обсуждались вопросы насчет того, что есть всякие технологии продвижения контента в интернете. Вот сфокусироваться на этом. То есть вот там две инициативы на госуслугах один ролик на ютюбе и вот кто чем может кто какие знает ходы технологии просто применить это на практике и как говорится популяризировать вот эти наши материалы. Один наш и кто-то вот еще инициативу проявил с этими петициями. Семи часами там надо там сто тысяч уже перешло. Уже сто тысяч перешло? Вроде да. Я там недавно был минус шесть тысяч был. Да? Ну прекрасно. Значит легче. Задача упрощается. Нет ну вот мы сегодня обсуждали что всякие там можно в какие-то ресурсы новостные внедриться. конкретно чтобы все понимали что это как делать. То есть должна хотя бы завтра собраться какая-то группа людей понимающих. Ну может кто-то завтра еще идей подкинет на этот счет. И второе значит вот у нас есть в постановлении первым пунктом идет членам партии участвовать в создании работе профсоюзных организаций. Вот у нас получается есть пример того что наш партийный товарищ оказался еще и в пекле создания профсоюзной организации медицинских работников. А я вот сегодня имею возможность пообщаться с рабочими с нашими сварщиками подумал вот у них они столько знают там тонкостей нюансов работы сварщиков и также их положение вот их вот этих на работе неурядицы и чем там работодатель давит может быть вот товарищам тоже стоит подумать о том чтобы профсоюз организовать именно сварщиков почему бы нет это именно в связи с тем что судя по рассказам у сварщиков такое положение что их постоянно куда-то перебрасывают какие-то вот да это профсоюз по профессии мне кажется товарищ Колпаков у нас вместе с товарищем Пухаевым вполне бы могли стать соприседателями профсоюза всегда начинается там с трех а в партии уже двое сварщиков на предприятии немного поэтому по профессии да насколько я понимаю у сварщиков судя по разговорам их там постоянно репрессируют в том плане что у вас там нет подтверждения на что-то у вас там нет там таких корочек сяких корочек профсоюз и это бы мог заниматься этими вопросами да и охраной труда уж кому-кому а сварщики то дышат будьте нати да вот такие у меня два предложения спасибо значит товарищи я по поводу вот первого пункта нашего нашей части деятельной в постановлении мне кажется все-таки надо конкретизировать там что потому что работаем по созданию и работе в профсоюзах ну мы это работаем все время у нас есть товарищи в профсоюзах но и здесь работа ни шатка не варка идет а сейчас такая ситуация что наметилась определенная конкретика как я уже говорил ну во первых так сказать у нас есть товарищи в профсоюзе докеров если мы это напишем в постановлении я думаю товарищи тоже как-то немножко напомнят им что это самое можно бы и нам всем напомнит и нужно бы что касается профсоюза действия но нам тут сам бог велер чем можем так сказать тем поможем у нас есть два действующих врача авторитетных в своей среде товарищи Бобинов и Дегтярев есть товарищ Селиванов который не понаслышке знает и тоже наверное мог бы помочь в этом деле и может даже ему тоже вступить в профсоюз хоть он сейчас и не при работе просто так сказать на начальной стадии чтобы там человек был свой так сказать основательный вот и здесь мы это сможем тоже ну и вот в МПРА у нас товарищ так сказать Владимир Александрович тоже так сказать ему надо всячески оказать помощь работе в работе я думаю потому что если мы это конкретизируем ничего страшного не будет и если будет создан еще профсоюз то это так сказать тоже не отвлечет нас а эта конкретизация не отвлечет нас и от помощи вновь созданном профсоюзе скажем том же сварщике но если не конкретизируем но мне кажется это будет такое пустоватое в стиле угробить улучшить ну надо работать в профсоюзах да надо никто не спорит по итогам услышанного по итогам сказанного могу от рабочего класса сказать несколько слов потому что ну очень много было уже сказано и по второму кругу это все нет все все было более-менее в рамках как говорится в тем единственное что хотелось бы добавить в в организации забастовок и профсоюзов вот по моему личному опыту больше половины производств в Санкт-Петербурге точно работает по бригадной системе и по подрядной системе организации работ то есть эта система которая не сплачивает людей никак они наоборот между собой еще больше разгрызаются из-за денежного соревнования то есть одна бригада работает лучше их хвалят по голове гладят им больше заказов дают другая работает чуть-чуть хуже ее не любит никто и она никому не нужна и они работают все сезонно вот я как сварщик вам скажу точно что работа сварочного цеха из металлосборки начинается примерно в марте заканчивается в ноябре все остальное время никто не работает или работает отчасти поэтому подход просто так подойти и организовать профсоюз людям не особо интересно им интересно денежное какое-то обещание что ли или какие-то блага материальные но объяснить то что за это надо бороться это очень тяжело на самом деле по себе знаю на трех предприятиях пытался что-то организовать какие-то движения в сторону начальства какие-то вопросы задавать ничего не получалось одному мне предлагали только написать заявление по своему желанию то есть разговор там работодателя короткий также постоянно от работодателя идут разные препоны в плане что-то с документами не в порядке у тебя какую-то аттестацию вовремя не прошел на комиссию на медицинскую отправят какие-то какую-то найдут не вредность а противопоказания к работе и чтобы работать ты должен его по идее скрыть то есть ты не должен ничего подписывать там начальство на это глаза закрывает но ты только получай например свои 50 тысяч или 40 тысяч но ты ничего не не молчи я буду молчать выносит глаза закроем то есть тут очень очень сложная система и как-то сдвинуть что-то с места очень тяжело знаю по себе если бы было легко мы бы были не нужны само собой прорабар моментов учитывать я прошу у всех за возвращение поспорить с предыдущим оратором во-первых во-первых мы все знаем как тяжело создавать советскую власть и готовить революцию поэтому напоминать что это тяжело я думаю не надо правильно тяжело это во-первых во-вторых надо обратиться к тому что мы должны делать вот у вас есть проект коллективного договора который вы подготовили нету потому что если бы у вас вы сидели вы готовили проект коллективного договора вам такие мысли которые вы здесь предлагали мне в голову не пришли потому что проект коллективного договора готовится в тиши ни хозяин ни директор ни подряд никакого отношения к этому не имеют есть вы компьютер то есть только вы компьютер это неодушевленный предмет что вы делаете я уже об этом говорил еще раз повторю вы берете докерский проект коллективного договора лучший договор в России. Лучший в России. Вы кидываете всё оттуда, что не относится. Вы берёте, себе скачиваете и делаете. Вы бы сейчас пришли и сказали, вот у меня проект коллективного. Пока у вас нет такого проекта, я считаю, ни о чём нельзя говорить. Ни о чём. Никому не надо подходить и ни к чему не надо призывать. Потому что нет такой задачи построить коллективный договор. Это пустое. Я согласен на вас с Анатолией Владимировичем. Я говорю, давайте бороться за коллективный договор. А что у вас там в коллективном договоре, что должен за него бороться? То есть, суть-то не в коллективном договоре, а суть в том, чтобы найти, внести в проект коллективного договора такие изменения, которые народом будут поддержаны трудовым, и которые будут согласны за него побороться. А пока... Нет этого проекта, не выражен он. Ну, кто это делает, я ещё раз повторю. Вот Федотов, это грандиозная забастовка во всех, кроме там двух компаний Порта, проект коллективного договора делал один человек. А потом участвовали всякие там добавления, исправления, замечания. Ну, один человек в тиши должен делать. Вы должны заняться в этом смысле научной деятельностью. Научной в каком смысле? В том смысле, что вы не с людьми работаете, а вот бумага, и вы пишете. Причём, в данном случае не бумага, у вас есть уже проект. Вы сразу его переименуйте, как проект вашего предприятия, коллективного договора. А там же говорится работник и работодатель. Название работника и работодателя поменять, а в тексте даже нету. Там нет докеров в сексе, там только работники. И работодатель только в тексте. Даже вы его никак не сможете идентифицировать именно с докерским. По содержанию, во всех главных частях, в том, что относится к тому, что он лучший в России, там всё это годится. А то, что относится к их спецификам, это всё вы благополучно выкинете. А вы начинаете сейчас запугивать. А если вдруг я составлю хороший договор, да выйду с ним, да меня там, он то сделает, это сделает. Так вы ещё не составили и никуда не вышли. Может, вы составите и подумаете, не стоит и выходить с этим. То есть не надо вот этот первый этап, который исключает любое преследование, любое давление. Никому не рассказывайте. И мне не рассказывайте. Никому. Но если вы мне принесёте готовый проект, я с удовольствием почитаю. А если у вас не готовый, то не надо. Потому что я тоже не люблю читать неизвестно что. Ну дайте готовый какой-нибудь проект. Ну дайте какой-нибудь проект кто-нибудь, один, есть? Почитать. Мы этого Федоту дадим почитать. Он с удовольствием почитает, который супер знает. Мы с Федотовым сделали проект Трудового кодекса России. Нам никто почитать ничего не даёт. Просим, дайте почитать. А если мы будем себя запугивать на этом этапе, на этапе, когда вы думаете, когда отключается голова, включить надо голову и сделать вот этот самый вопрос. Это точно так же, как с этим самым, я уже хотел сказать, пресловутым пятичасовым рабочим днём. Не надо требовать ничего. Они требуют бесполезно. Пятичасовой рабочий, шестичасовой рабочий – бесполезно. Это всем понятно. И не надо спорить с людьми, которые к нам не дадут. Не дадут. Поэтому вы проводите забастовку. Но для этого что нужно сделать? Для этого нужно хоть один раз пройти процедуру коллективного трудового спора. Это может затянуться. Потому что сначала для разгона лучше провести процедуру переговоров коллективных в течение трёх месяцев. Освобождается от работы с оплатой по среднему. Чтобы ваши товарищи убедились, что все их иллюзии, что можно пойти к работодателю, сесть, поговорить и решить, чтобы они не у вас рассеялись, у вас они давно рассеялись. А вот чтобы у тех товарищей, которые вам говорят, да нет, мы пойдём, нам улучшат, чтобы они полностью рассеялись. Это три месяца. Потом вы, когда это всё рассеялось, пишете, что протокол разногласий, раньше было в кодексе, протокол разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. Теперь убрали. Не является основанием. Написали протокол разногласий. Работодатель так считает, рабочий так. Всё. Новый начинается. Вот вы должны выдвинуть требования. Вот тут вы должны выдвинуть. Какие? Ну вот требования, может быть, первое требование, против которого никак не может трудно администрацию разрезать, усовершенствовать технологические и производственные процессы. Вот скажем такой. Ну что можно по этому, как нам может против этого? С целью повышения производительности труда. Это даёт им большую прибыль, между прочим, нам для основания для зарплаты. Вот первый пункт. Совершенствовать технику и технологию. Ну как можно с этим спорить? Ну не важно. А если будут спорить, они дураки. Попали в капкан. Это раз. Второй пункт. Повышение реального содержания зарплаты. Не вообще. А требования пишутся не вообще. Это повышение вам копейку сверху инфляции и всё. Значит, надо написать 5%. Ну не хотите 5-6 пишите. Не хотите 6-3. Боитесь, напишите 2. Полпроцента напишите. Но полпроцента улучшения – это лучше, чем просто индексация. Индексация – это просто сдача позиций с самого начала, в самом начале пути. Записали второе требование. Дальше вы проходите процедуру. А зачем процедуру проходить? Чтобы научиться хоть один раз. Вот наше поколение трудящих, в том числе их сидящих, должны уметь хоть один раз пройти процедуру забастовки с начала до конца, чтобы сделать её законной. В частности, в этой процедуре после примирительной комиссии стоят два ещё раздела. Когда кто-нибудь дойдёт до этого, свяжитесь со мной. Потому что мы шаримся с Федотом. Там один называется приглашение посредника. Я вам докладываю. Никогда этот посредник не бывает. То есть, естественно, если мы с вами ведём острые переговоры, так вот Кучук предлагает такого посредника. Я его отказываюсь. Зачем мне нужен такой посредник, который Кучук предлагает? Он будет в интересах Кучука. Я своих предлагаю, Кучук отвергай. Но мы должны запротоколировать это, что было дело такое. Было дело, у вас протокол, у меня протокол, и всё это сохранили. Следующий этап – трудовой арбитраж. Та же самая картина. Он необязательный. Он становится обязательным, если стороны договорились о выполнении его решения. Да и никогда стороны об этом не договариваются. Никто никогда не договаривается. Поэтому вы должны написать. У нас было заседание, мы предлагали. Мы сказали, что мы не будем. Арбитраж сказал, мы тоже не будем. Мы всё это записали. После этого можно собирать конференцию. Конференцию. И на этой конференции принимать требования. Вот принято требование раз надо собрать. Это вот первая конференция для требований. Ничего с боском, никаких требований не может предложить. Вот тут и случалось сегодня. Не имеет права он требования не тронуть. Вот конференция. Поэтому их надо обдумать хорошо. Если конференция проголосовала, вот с этими требованиями будете двигаться до победы или до поражения. Но после того, как вы проведете, вот уже когда закончились все перемирительные процедуры, где были эти требования, снова собирается конференция и избирается забастовочный комитет. И определяется форма забастовки. Какая? Что мы предлагаем всем сейчас универсальную? Бессрочная. Это раз. И второе. Значит, работать неполный рабочий день. То есть два часа в день не работать. Это никто не может в это вмешиваться. Никакая администрация. Ничего надо с ней обсуждать. Никакие-то нетребования. И это на конференции определяется форма. Но, согласно закону, забастовочный комитет, уведомив за три дня, вот в ходе забастовки, может изменить, сказать, полчаса, в порядке насмешки над работодателем, полчаса только не будем работать, 15 не будем работать, 7 минут не будем работать, 3 часа не будем работать, или вот эта бригада будет работать, или эта не будет, в шахматном порядке они будут. Или возьмем вот цепочку, и каждый день будет, в этот день будет, первую неделю, эти не будут работать, вторую неделю, эти не будут работать, третья, все что угодно может делать забастовочный комитет. Требования не может изменить. А он может сделать невыносимой, так сказать, для предпринимателя ситуацию. Ну так, чтобы, вот скажем, кто не работает, в это время не получает зарплату, а все остальные получают. Потом следующая бригада, она не работает, она не получает, а все остальные получают, им надо платить. То есть разорение сплошное для работодателя. Хочешь, что он разоряться, пожалуйста, разоряйтесь. Но вы-то работать будете сколько? Шесть часов. Фактически. Не потому, что мы перешли. Нет никакого тут еще решения. Но есть бессрочное решение. Бессрочная, бессрочная забастовка. Раз и бессрочная, не надо выходить из состояния забастовочного и все. Не надо никогда его прекращать. Никто не заставляет, закон не заставляет прекращать. А изменить закон – это целая история. Дума, президент, то, сё. Это вот и то. Вот надо понимать, что есть вещи. Ну, они, по идее, простые, а по исполнению сложные. То есть нужно всю эту процедуру. Но вы получаете прибавление к закону в виде локального нормативного акта. То есть трудящиеся одного завода изменили законодательство России. Вот этот завод. Потому что это попало в нормы права. Так, Иван Анатолий Владимирович? Вот. Вот мне кажется, нам надо очень предметно и квалифицированно это делать. И не запугивать себя трудностями. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. А как говорил товарищ Суворов, врагов не считают, их бьют. Пуля дура, штык молодец. Шаврусов Константинович. Я вот хотел немножко тут еще такой момент отметить. Вы представьте секретарь партии организации. Вспомнили здесь про Федотова Константина Васильевича. С которым я когда первый раз познакомился. Он говорит, вы думаете, просто так профсоюз создать? Нет. Мы не с этого начинали. Мы начинали, собралось нас примерно человек, ну там, 10-15. Мы сначала договорились. Такие, значит, обоюдно определенные, говорится, темы люди. И решили провести субботник. Субботник, просто субботник. Самостоятельно. Без администрации, без команды, без ничего. Тут нас... А зачем вам это? Ну как? Так, что субботник, плохое дело, что ли? Выйти, навести порядок, уборочку там, еще чего-то. Ну, зашли к администратору, там, рекоменданту, инструменты взяли, рукавички. Поработали. Раз, вышли, другой раз. И потом постепенно начали люди к ним присоединяться. Потом постепенно начали они проводить разговор о коллективном договоре. И, естественно, в первую очередь, что им надо было, это приобретать знания. И вот Константин Васильевич Федотов, он закончил специально там, вот, школу, институт. Оригинальный институт при Санкт-Петербургском государственном университете. Вот, много юридических вопросов, и они уже могли создавать профсоюз. При том, что был карманный свой профсоюз, а не дополнительный. Это был 1987 год примерно, когда еще было, как-то не смело внедрялись другой, дополнительно к этому, еще свой, чисто рабочий профсоюз. И они действительно, они не шли к администрации просить заключить договор. Они его сначала проект сделали, как говорится, изучили кучу документов. Нам ведь надо знать, что для чего. Вот даже хотя бы такой простой, как я иногда спрашиваю, кто вступает в партию, Иногда у меня любимый вопрос, допустим, какая цель коммунистического производства? Ну, надо же знать, или не надо? Или кто может быть членом партии? Или что такое закон? И так далее. Это много-много таких, казалось бы, мелких вопросов, но ими надо владеть. Когда владеет этими товарищами вопросами и другими, особенно, там, что такое заработная плата? Все знают, что такое заработная плата, да? Не все, наверное. А может, и все, а может, отмышат. Поэтому, как еще вот я, мне нравится, некоторые тут говорят, наши руководители говорят, а можно сделать или нельзя? Ведь можно же создать профсоюзы. Существуют они, действуют. Значит, если можно, значит, надо делать. А если мы будем искать причины, да всегда мы найдем причину. А если начнем за дело, зацепимся, то это можно добиться. Так что желаю я успехов. Я еще вот хотел дополнить, что правильный пункт ввели, что именно надо трудовой кодекс знать. Иначе, не зная простейших вопросов, тоже, повторяю, мы не можем идти продвинуться. Никуда вперед мы не продвинемся. Все, спасибо за внимание. Я вот по поводу вопросов, что, а что еще вкусного предложить такое? Ну, мы приходим и говорим, вот у нас 6-часовой рабочий день, когда это, что это, зачем это. Знаете, когда начинаете писать коллективный договор, я ее очень не пишу, но уже раздумываю очень сильно над этим делом. И вот как бы возникает тоже вопрос, а что же мы будем, что же мы можем предложить, опять же, да, тем же работникам. Выясняется, что мы можем предложить очень всего много. То есть, на самом деле, все сейчас загнаны в такой угол, из которого тяжело выбраться. Ну, например, медицинским работникам, чего надо. Постоянно это страхование даже жизни медицинских работников. Ну, например, я как врач скорой помощи, даже больших габаритов иногда испытываю на себя физическое воздействие от пациентов специального профиля. Ну, психиатрически, если кто-то что-то не понимает. То есть, и побои были, и тому подобное. Второй момент, о чем говорил Денис Борисович, да, все медики работают минимум на полторы ставки. Вот я сейчас, чтобы освободить время для партийной работы, для работы с профсоюзов, я ушел с этих всех подработок. Сейчас с июня месяца я работаю на ставку. У меня, правда, появилось время хоть вот заняться и осмыслить то, что происходит, и заняться вот этой работой, вот, например, написанием коллективного договора. Третий момент, что интересно, вот кажется мелочным, вот, например, спецодежда, вот на моем предприятии, уже люди 8 лет не видели новой спецодежды. То есть, вот медики выезжают на вызов, мы видим его в каких-то синих формах, не поверите, они все куплены на свои собственные деньги. Третий, четвертый момент, у нас куча, вот мы, например, медики работаем с пациентами, которые болеют различными заболеваниями, да, там, допустим, ВИЧ, туберкулез. Мы приезжаем, я не знаю, чем он болеет. При этом есть уже давно, да, есть в мире специальные иглы, которыми не уколешься после того, как сделал инъекцию. Ну, просто не уколешься, невозможно это сделать. Есть ли они у нас в наличии? Нету. А это наше здоровье, это наша жизнь. Это уже 4, да, допустим, это то, что у меня просто вот рождается, это просто даже нигде на бумаге не закреплено. Пятый момент, опять же, вот, а, не закончил, про полторы ставки, да, вот мы работаем на полторы, на две ставки. А ведь мы заматываемся, мы просто вырабатываемся внутри. Вы не поверите, но вот у меня есть на работе, на работе девушки, которые работают на трех ставках. То есть, две трудовые книжки и по полторы ставки на каждом предприятии. Вот сейчас у меня Наталья Александровна, доктор, 27 лет, она сейчас заступает, вот у нее сейчас идет, вот конкретно сейчас это происходит, она сейчас заступила на 9 суток. Вы представляете, что такое доктор, который работает на 9 суток? Я не знаю, что она будет на 4-5 сутки соображать, и как она будет вообще лечить, и адекватно ли это будет лечение. Я вообще не понимаю. Я отговариваю ее, но жизнь обязывает вот врачей, то есть, они ставят перед собой какие-то цели, и вот эти небольшие зарплаты, вот, ну вот к этому... Прости, я могу только вступление в РПР. Да, 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 только это. Больше ничего. И вот этих вот вещей, которые я могу предложить, за что мы можем побороться, их много. Опять же, бытовые условия, то есть, допустим, взять тарифы, да, вот мы, медики, работаем по тарифам. Если ты выйдешь в... То есть, это нам, ну, компания УМС пускает эти тарифы. Вот дается какая-то конкретная сумма. Три тысячи, допустим, стоит тариф вызова скорой помощи. Но нигде не написано, что в этот тариф входит. Хотя все подразумевают, что в этот тариф должно попадать и зарплата, и деньги какие-то выделятся с этого тарифа. На машины, на оборудование, на спецодежду. Даже на... Такой у нас есть эффективный контракт. То есть, эффективный контракт с 2012 года прописан государством. А деньги где на этот эффективный контракт? Он где-то есть. Но кто об этом скажет? Никто. Они же, да, дефективный контракт. Они там же прописаны. Опять же, в этом же контракте, в этом тарифе должно быть прописано спецодежду. То есть, если вот логики, если там есть эти деньги, и 8 лет никто не получает, ну, вот эту спецодежду. Куда ушли эти деньги из тарифа? Есть кто получает. И об этом никто не понимает, это никто не знает. То есть, если это все прописать и выписать буквально на лист А4, все будут понимать. Да елки-палки, да нас тут обманывают. Или, например, последняя встреча с главным врачом какая. Я был на уровне этого заведующего отделением. Я решил, что я со своей позицией, я как-то там вот эту ступеньку у меня уберется, и я со всеми все порешаю. Нифига ничего не получилось. То есть, я нахожусь именно на том уровне, на котором ничего не решают. Только сверху давит начальство, снизу давит коллектив. И тебя плющит вот так вот, и больше ничего. Потому что, когда ты обращаешься к главному врачу и говоришь, вы знаете, у вас там есть деньги для нас. Она смотрит на тебя и говорит, вы знаете, вы заблуждаетесь. И совершенно у меня нет никаких рычагов на нее повлиять. Единственная борьба, это, естественно, через коллективный договор. Только коллективом можно это как-то решить. Вот это промежуточное звено, это ничего. И опять же, вот я обратился, да, я обратился к своим сотрудникам, говорю, чего вы хотите. Я вот такой список написал по желанию. Пришла главный врач. Ей нужно было перед выборами, провести с нами работу. Ей дали этот список. Она прочитала этот список, ответила или не ответила на кучу этих вопросов. Отложила этот список, ну не требовала, а просто пожелания, чего мы хотим в сторону. И ничего не сделала. Она даже не взяла этот список, ей это совершенно не интересно. А на вопрос такой, например, а почему у нас мебель-то такая стоит? Она просто, ну как бы у нас положено, да, так как суточная работа, организовывать место для приема пищи. Соответственно, нужна какая-то мебель, которая столовая, понимаете. Да, у нас стоит письменный, ну, письменный стол, вот такой вот облупленный. Какие-то шкафы как с помойки перенесенные. Это у нас в медицинском решении. Ну да, мы их моем, но это не то. Это не та мебель, которая должна находиться в этом месте. И она нам задает следующее. Ты купите клеенку, обклейте. Понимаете, какой вопрос? Купите клеенку, обклейте. Ну и как? У вас созрела обстановка. Создать, поставить. Ну, конечно, я сегодня рассыпал сейчас толком. Нет, дело не в этом. Я сейчас не то, что создалась обстановка, не создалась. Нет, как бы сейчас надавили, кого-то прессанули, тому подобное. Вроде бы по сравнению с регионами. У нас зарплата более-менее нормальная. За что мы будем бороться? Мы идем с одним вектором, с правительством. Они такие хорошие, мы как вот этот Золотова, почитаешь. В принципе, бороться не за что. Да. Ну, почитайте о профсоюзах. Он классный, у меня там монография, диссертация. Вот. Вроде бы нечего. А на самом деле есть за что бороться. Вот я про то, что если вы даже эти, даже я не знаю, что такое работа сварщика. Ну, примерно догадываюсь, как врач, я понимаю, что такое специфика, что такое вредность и тому подобное. Но если вот они по пунктам начнут коллективный договор составлять и увидят, да, их по вредности вот здесь обманывают, по спецодежде вот здесь, по этому это, и когда это будет выложено на одном листочке, сразу же поймешь, что есть за что бороться, есть за что подписывать коллективный договор, помимо сокращения рабочего времени и тому подобное. Есть, есть. Вот у каждого, мы сейчас зажаты просто непомерно в угол. Все, и рабочие, и интеллигенцы. Только вперед, да, только вперед. Ну, ты такой оптимизирующий. Спасибо. 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 Спасибо.